Говоря о промышленности Ульяновской области, невозможно обойти стороной автомобильный кластер, который уже давно базируется не только на продукции Ульяновского автомобильного завода. Например, в городе локализовано производство грузовиков Симас. Другие же компании взялись за модернизацию и доработку продукции Ульяновского автозавода до спецверсий. Ну и, конечно же, последнее детище Ульяновского автопрома — автобус Симас, который уже на протяжении нескольких месяцев успешно проходит испытания в городах России. Не автотранспортом единым живет Ульяновская область. Авиационный кластер, мебельное производство, оборонка. Сегодня все лидеры в своих отраслях собрались под крышей Ленинского мемориала на первом в Ульяновской области дне промышленности, чтобы, как говорится, показать товар лицом. Сегодня мы собрали на одной площадке большое количество предприятий, которые делятся своими технологиями, своей продукцией, говорят о трудовых резервах. У нас сегодня организована замечательная выставка, на которой каждый житель Ульяновской области и, конечно же, прежде всего промышленные предприятия могут посмотреть, какой потенциал производимой продукции у нас есть. А потенциал действительно огромен. Ульяновская область — один из первых субъектов страны, где уже приступили к реализации региональной промышленной политики, что позволяет губернии работать синхронно с федеральным центром по основным направлениям — импортозамещению и развитию промышленности. В подтверждении слов — цифры. В 2016-2017 годах федеральная помощь региону составила 11 миллиардов рублей. Есть и еще несколько направлений, которые выделяют Ульяновскую область из числа других регионов страны. Первое — это три специальных инвестиционных контракта, которые Ульяновская область заключила. Ну, так сказать, это достаточно серьезная цифра для Ульяновской области. Далее я бы хотел сказать, что программа индустриальных парков, которая в Ульяновской области существует, сегодня это восемь индустриальных парков, два из которых получили аккредитацию или попали в реестр Министерства промышленности и торговли. Ну и третье, я хочу сказать, направление, которое следует еще развивать, это взаимодействие с Фондом развития промышленности, потому что здесь мы видим порядка 25 заявок у нас сегодня есть, но пока поддержана одна, и я думаю, в этом направлении нам стоит совместно еще поработать. Отдельно необходимо выделить оборонные предприятия, которые в этом году имеют отличные показатели и по сравнению с 2016 годом демонстрируют рост промпроизводства до 40%. Осваивают оборонщики и гражданские сферы. Прежде всего, конечно, это проект МС-21, здесь вот индикаторы наши, ну и ряд других направлений. Предприятие традиционно работает в сфере авиации, в сфере разработки и производства авионики. Конкуренция сейчас на этом рынке довольно серьезная, очень действительно есть проблемы, и мы стараемся, и я думаю, успешно работаем в области импортозамещения. Лидеры регионального промпроизводства говорят о своей работе без стеснения. Всего десятилетия назад сложно было представить, что продукцию ульяновского производства сможет захватить не только внутренние, но и иностранные рынки. Например, завод металлоконструкция. 12 филиалов в России и 10 за рубежом. Начали заработать в Швеции, Норвегии, Финляндии. И каждый год, как сказать, все больше и больше зарубежных предприятий с нами работают. Они уже узнали нас. У нас европейский сертификат, поэтому мы свободно продаем зарубежную продукцию. Не отстают и сравнительно молодые предприятия. Мебельная фабрика из Димитровграда в этом году отметила свое пятилетие на рынке, при этом уже успела обзавестись филиалом в соседней Самарской области и иностранными клиентами. Мы работаем как минимум на всю Россию и за ее пределами. То есть у нас есть крупные клиенты-заказчики в Казахстане. Очень много у нас крупных партнеров. Один из них – это отель «Мрия», куда мы в этом году поставили порядка 500 шезлонгов. То есть у нас есть очень крупные клиенты, которыми мы, безусловно, гордимся. Ну и какой праздник без подарков? Лучшие промышленные предприятия региона получили заслуженные награды.